Есть же люди, которые виноваты, согласитесь? Кто-то так не согласен. Есть люди, которые виноваты в конкретном строении. Дамба текла три дня. Люди звонили в администрацию, предупреждали. Просто за всю жизнь нажали, вот все, уплыло, испортилось, все. Какая компенсация? 20 тысяч дадут? Или сколько там? Случился такой исторический камбэк. А вот Белгородская область вновь приобрела свойства засеченной черты. Пропагандист Юрій Подоляка вирішив чергово рассказать про мрії Кремля – захопити Харків, Одесу та Дніпро. Бои на Донбассе Харків не имеет особого значения. Это отдельное направление с отдельными стратегическими целями. Конечно, наши руководства, это уже даже вот экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев неоднократно намекал, можно сказать, почти открыто о том, что Харьков – это русский город. Ну и, соответственно, на него понятен. То есть мы рассматриваем при возможности, соответственно, дальнейшая интеграция этой территории в состав Российской Федерации. И не только Харьков, но и Одесса, Николаев, Дніпропетровск, Запорожье уже, Херсон уже и так здесь. Но подоляка и таких, как он, втрати російську армію взагалі не бантежить, адже це не им доведеться помирати незрозуміло за что. Тому вони далі затишних своих диванчиків будуть сидіти проговорювати методички кремлівського диктатора. Тим часом Зетвейнкор Піддубний вигадав нове виправдання відсутності оборони на прикордонних територіях. Белгородцы, не переживайте, что вас обстрілюють. Це просто такий исторический камбэк стався. Это все наследие засеченной черты. Там жили служивые люди, которые отражали набеги кочевників на границе русского государства. Вот сейчас временно, ну мы все понимаем, что это временно, да, к Белгородской, Курской, Брянской області, в общем, эта функція вернулась. И, конечно, в этом смысле жители этих областей, они, как мне кажется, могут вспомнить определенный исторический опыт этих земель и, что ли, вдохновиться, да, тем, что делали наши прапрадеды, как ощущали себя на окраине большого русского государства. Ну, осталось спалить Москву, повторивший тот самый исторический камбэк. И вы не поверите, но этого разу в бедах России вина не Украина, а Казахстан. Вот если мы говорим о Кургане и если мы говорим о Тюменской области, здесь нужно еще иметь такой фактор, как эта система водохранилищ, которая находится сегодня на территории соседствующего Казахстана. Поэтому, когда, значит, у нас вот такие вот зимы и когда у нас достаточно большое количество снега и в водохранилищах скапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами, чтобы вот сброс водохранилища этой воды был более согласованным, правильным и более ровным. Вот есть тут еще момент, над чем работать, и я думаю, что если мы здесь подкорректируем, то таких проблем можно избежать. Это вот то, что характерно непосредственно для Курганской и Тюменской областях, потому что в Тюменской области тоже, ну, наибольшие проблемы наверняка возникнут в городе Ишиме. И это, опять же, как раз та вода, которая у нас придет с водохранилищ от соседнего с нами Казахстана. Поэтому вот в этом отношении есть над чем работать, поэтому такая проблематика есть. Ну и, конечно, раз на раз не приходится, то есть у нас пять лет была серьезная засуха, теперь у нас пойдет период, значит, пятилетний, когда у нас будет много снега и много воды. Другое дело, что мы, естественно, должны расслабляться, и на это должны всегда качественно и полноценно реагировать. Почему мы должны восстанавливать свои дома за свои деньги? Это как жители российского Орска обуряются без деятельности Влада. Кажут, нас сбросили. Почему? Почему мы должны сами идти к вам? Пожалуйста, мой дом затопило, посмотрите, как это. Пожалуйста, придите к нам. Вы знаете, как тут затоплено домов? Придите сами к нам и посмотрите. Вы сейчас мне говорите? Придите, вы выплатите. Нет, я говорю, я вам общаюсь, не к вам лично, а к власти. Власти города, города Орска. Вы же договорились не перебивать другого. Власти города, власти Тарьбургской области. Кто отвечает за них? Есть же люди, которые виноваты, согласитесь? Кто-то так не согласен? Есть люди, которые виноваты в конкретном строении. Понимаете, я приезжала, когда началась эвакуация, я приехала на 9 января. Мне местные жители сказали о том, что дамба текла 3 дня. Люди звонили в администрацию, предупреждали. У нас стоят дома, там с числом дом напором, понимаете? Никто их не слышал. Это вина власти в том, что произошла эта ситуация. Почему мы сейчас должны идти и выпрашивать? Дайте нам, пожалуйста, 20 тысяч. Дайте нам 40 тысяч. Закройте наши кредиты. Это не наша вина. Я понимаю стихии, да? Так сложились обстоятельства, что случилась такая ситуация. Вот пошла вода. Но это не наша вина. Не вина местных жителей. Это вина тех, кто строил. Кто принимал. Кто принимал. И кто не обращал внимания, когда люди говорили об этом. И никто на это не ответит. Не прийти, что ответит. Да, это получается, вы сейчас говорите, вы понимаете, вы говорите о том, что это везде такая ситуация. Поймите, в Башкирии, в Самаре, у нас в Оренбурге, мы за всем, да, конечно, мы тоже переживаем. Да, это стихийная песня. Но в Барске конкретно виноваты люди, которые строили дамбу. Которые принимали и содержали дамбу. Виноватые есть люди. Почему? Почему мы должны сейчас постанавливать свои дома за свои деньги? Объясните, пожалуйста. Шестой микрорайон, мясокомбинат, которые никогда в жизни не плавали, сейчас поплыли. Вы говорите, вы говорите о том, что, ну вот посмотрите, там варе, да, втукают, там люди каждый год плавают. На мясокомбинате не плавают люди каждый год. Они не ждут там воды. Шестой микрорайон не ждет там воды. За ніч рівень води в Уралі перевищив позначку 10,5 метра. Пік повені, наприклад, в Оренбурзі, ще попереду. Помните, наша главная задача – сберечь плотину, потому что, если плотину пройдет, все, вы все подходите. И говорят, что правильно, конечно, главная задача – теперь же плотину платили. Потому что они подготовили опять. Ну и надо было сбрасывать туда побольше, чтобы можно было принять побольше. И когда вот это все вот начинаешь суммирувать, так, ну, ребята, у них, мне кажется, ничего, в общем-то, и не занимаетесь. Каждое новодение где-то проходит, оно для вас проходит просто, слава Богу, мужчины, все нормально. Все. А то, что вот мы сейчас и останемся вот без всего, просто за всю жизнь еще нажимали, вот все, уплывло, испортилось, все. Какая компенсация? 20 тысяч дадут? Или сколько там? Что вообще думаете про реакцию властей? Ну, реакция такая, знаете, денег нет, но вы держитесь. Вот и все, вся реакция. А у вас дом затопило тоже? Да, конечно, там все посносило. Животно ходит туда, потому что холочка нет, у меня уже собака сегодня, я думал, вообще потонули, что ли? Нет, смотрю, забор, бетонный, сидят на забор. Молодцы, хоть это, соброзили, блядь. Ну, сюда вот вывезли. А что, куда? Все. Он, семья, до речи, з Орінбурга, уже третью добу живе у наметі на даху недобудованного будинку. Жители затопленного садівництва стверджують, що рятувальники до їхнього поселення навіть не заглядали. За словами жінки, покидати будинок вони з чоловіком не збираються, щоб захистити майно від мародерів. Как бы мы здесь ночуем, готовим еду, скрываемся от дождя. Да, пойдемте. Вот здесь вот, в таких условиях, это наш туалет. Вот, потому что кругом вода, вот, и приходится как-то закрываться немножко от посторонних глаз. Здесь у нас вот генератор. Нам, ребят, привезли бензин. Мы генератором заряжаем автомобильный аккумулятор, и уже от него у нас проведен свет, зарядка для телефона. Все 12-вольтовое. Вот, пойдемте, пройдем. Вот так вот у нас внутри палатки у нас стоят две раскладушки. Здесь у нас стоит печь пеллетная. На ней мы готовим кушать вечером, когда уже затапливаем ее, когда холодно становится. Вот. Вот, также у нас есть вот такая походная горелка с баллоном. Вот здесь вот аккумулятор. Это наше электрообеспечение. Печь топится вот пеллетами. Вот так вот живем. Готовим, что можем. Тушенка, яичница, ну, что-то такое на скорую руку. Вот. Чайник кипятим. Какие-то вещи вот сушим на веревках. А еще, здаясь, пропагандисты прозрели. Кажут, украинцы, виявляються, готовы захищать себе ціною властного життя. На Геббельс тебе визнали, что фактично втратили Украину. И результатом так званої СВО стала тотальная ненависть до Росії. Про это, в частности, заявил оглядатель коммерсанта Максим Юсин. Что касается украинцев, возможного, там, партизанского диверсионного движения. Александр Николаевич, я поддержу полностью. Мы не осознаем все-таки, насколько значительная часть украинского общества люто нас ненавидит. Понимаете? Вот мы пытаемся, как бы, их, себя на них спроецировать. Мы к ним спокойно относимся. Но там миллионы людей, для которых смысл существования – это нам отомстить. Вы не представляете, что это такое, вот это ненависть. Мой коллега, один американский журналист, но, в принципе, он изначально российским был, с американским паспортом туда поехал, а поскольку человек, он не ангажированный, он просто честно описывает, вот что ему люди говорят, да, они его возили. Это его бывшие, ну, какие-то приятели до всех этих событий. Ну, когда они говорят откровенно, это такая ненависть. Они готовы умирать, лишь бы убивать нас. Друзья, обовязково напишите ваш комментарий, для меня это очень важно, подписывайтесь на наш канал и ждите на следующий выпуск. Субтитры сделал DimaTorzok